Знаете, мы в чем чудо Божье? Чудо Божье в том, что мы никогда не знали друг друга. И может быть такое, что мы в этой жизни земной встретились с вами первый раз, и может быть мы встретимся с вами уже и последний раз. Может быть, не знаю. Но самое интересное то, что когда мы встречаемся, братья и сестры, мы встречаемся не как чужие, не как незнакомые, а мы встречаемся друг с другом, как люди, которые как будто всю жизнь с детства знают друг друга, как люди, которые являются самыми близкими друг другу, самыми дорогими. И одна причина, почему все это и есть возможным, это то, что мы соединены кровью Иисуса Христа в одну большую семью, которую Он назвал своей церковью. И у нас есть один общий отец, и Он дал нам право в этой его большой семье быть его детьми, а это значит быть братьями и сестрами. А если братьями и сестрами, то мы должны как-то и ощущать это родство, и жить по-братски, и благодарными быть за это Богу. И пусть никогда больше на этой земле мы не встретимся, братья и сестры, но я хочу вас утешить и обрадовать тем, что есть одно место встречи. Это на облаках. Так написано, что мы живые, а те, которые мертвы, воскреснут прежде, они изменятся, и мы тоже, и мы будем восхищены на встречу Господу. И вот там на облаках со всего земного шара люди незнакомые друг к другу, разных цветов кож, разных национальностей, разных возрастов, разного социального положения, однажды они воссоединятся у ног Христа, чтобы больше никогда не разлучаться. Вот этой надеждой мы сегодня живем. Надеждой встречи со Христом. Надеждой встречи на вечность с Господом. Потому что земная жизнь, я очень рад, что она не вечная жизнь. Я не хотел бы здесь жить вечно на этой земле. Я не хотел бы так именно жить вечно на этой земле. Хотя жизнь с Богом прекрасна всегда. Жизнь с Богом прекрасна везде. Но то, что связано с землей, а с землей связаны грехи, с землей связаны болезни, с землей связаны слезы, с землей связаны очень много проблем. Я не хотел бы вечно жить на этой земле. Потому Бог обещает нам новую землю. И мы этой надеждой Господа живем. Но, братья и сестры, пока мы ожидаем Иисуса Христа, происходят некоторые вещи в нашей жизни. И в жизни всего мира, когда мы смотрим вокруг себя. И когда мы читаем Писание, то Иисус Христос говорил о некоторых признаках своего пришествия. И мы должны быть внимательны к этому, наблюдательны к этому. Мы не должны сидеть с калькулятором и вычислять какие-то года, какие-то дни, как делают некоторые другие верующие. И говорят, что Христос должен был прийти в таком-то, таком-то году, чего не происходило. И они должны были придумывать новые даты, чтобы люди снова чему-то или кому-то верили. И они снова оказывались лжецами. Но Писание говорит нам о том, что день пришествия Иисуса за своей церковью не знает никто. Но у Христа есть признаки, которые Он оставил в Своем Слове. И мы, смотря на эти признаки, должны четко видеть, в какое время мы живем. Что это время будет отступление, что это время будет обольщение, что это время будет, когда у многих верующих охладеет любовь к Иисусу Христу. И Бог станет неинтересен. Бог станет, как исчерпавшая личность себя. Бог станет обыкновенным, как в понедельник и в среду. Бог перестанет быть праздником жизни для человека. Бога не устраивает, друзья, такие отношения. Потому Он напоминает нам сегодня о себе. Я хотел бы только один текст напомнить сегодняшний вечер. И несколько мыслей сказать, чтобы нам не оказаться там, где Бог не желает нас видеть. И оказаться именно там, где Бог желает нас видеть. Если вы внимательно читаете Евангелие, то Евангелист Матфей открывает в двух главах нам признаки пришествия Иисуса. Это то, чем мы должны жить сегодня. Знаете, когда люди разлучаются, люди, которые любят друг друга, больше всего, чего они хотят, они хотят той минуты, когда они снова увидятся, когда они снова встретятся. И это желание, оно усиливается по мере приближения этой минуты, этого события, этого момента. Вот почему апостол Петр говорит, что нам должно быть прекрасно в этой жизни, ожидающим и желающим Дня Божия. И мы должны, наблюдая за Господом, смотря на Него, уподобляться в образ Его. И Петр говорит, что эти люди, которые ожидают, они должны хотеть. По-разному люди хотят, по-разному люди ждут. И даже дети, которые нашкодничают что-то и сделают плохое, они ждут Отца. Но можно ждать от страха, а можно ждать Отца из любви. Есть разная степень ожидания. Вот один из признаков, о котором говорил Иисус Христос, он записан в 24 главе Евангелия Матфея, в 12 тексте. Я хочу это сегодня напомнить, в этот вечер, друзья, для нас. Для себя прежде всего. И каждый должен посмотреть, потому что это очень серьезное предупреждение. Очень серьезное предупреждение. Иисус Христос, отвечая на вопрос своих учеников, когда это случится, когда будет разрушен Иерусалимский храм, и каков признак Его пришествия, Христос говорит в 12 стихе 24 главы Евангелия от Матфея, «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Я бы так хотел, чтобы этого стиха в Евангелии не было. Но если бы он даже был, чтобы Иисус сказал какую-то другую цифру, чтобы Христос не употребил это слово «многие». Оказывается, друзья, что таких людей, в сердце которых остынет любовь к Богу, будет очень много, хотя они будут продолжаться называться христианами, хотя они будут продолжать ходить в собрания, хотя они будут сохранять вид верующих, вид благочестия, но силы Божьи, Духа Божья, жизни Божьей в них не будет. И результат, друзья, будет очень плачевный. Однажды они услышат слова от самого Господа, «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Поэтому у нас сегодня вечер проверки, когда мы можем заглянуть в свое сердце и сказать, Господь, что происходит там внутри, и быть честными по отношению к себе, к своей душе, потому что вопрос жизни и смерти стоит. Вопрос стоит участи в вечности. И если Христос сказал, что это будет, я должен обязательно внимательно обратить внимание, Боже, это я в числе этих людей, или я не в числе этих людей? А Христос сказал, что таких людей будет много. Я хотел бы задать вопрос, где должны набраться эти люди? Это люди не с улицы, это не люди из мира, это люди среды верующих. И таких людей будет огромное множество. Вроде верующий, вроде еще верующий, но любовь к Богу охладела и остыла. Оказывается, из слов Христа можно сделать вывод, что любовь имеет свойство умножаться, и любовь имеет свойство, если не работать в этом направлении, любовь имеет свойство остывать. И Христос предупреждает во многих стихах этого Евангелия, этой главы, что многие лжепророки восстанут, и многих прельстят. Вы замечаете, друзья, это слово. Христос снова употребляет эту, казалось бы, такую цифру непонятную, но она сокрыта в слове «многие». Таких людей будет очень много. И отвечая на вопрос апостолов, которые задали ему, когда же это будет, их интересовала дата, год, возможно. Христос говорит, берегитесь, чтобы кто вас не прельстил, потому что многие придут под моим именем, и многих прельстят. Друзья, это убийственный текст для меня из Нового Завета. Это те слова, которые Иисус Христос сказал, что многие придут под именем моим, и многих прельстят. Что это значит? Что это за люди? Какова будет их деятельность? И самое главное, какой будет их результат? Оказывается, что эти люди будут верующие. Эти люди будут употреблять имя Иисуса Христа. Эти люди будут читать Библию. Эти люди будут стоять за этой кафедрой. Таких людей будет огромное множество. И главная цель будет этих людей, чтобы увлечь за собой, чтобы представить им Иисуса Христа такого, какого нет в Писании. Но что самое интересное, что эти люди будут говорить, что Иисус, которого они будут проповедовать, это точно тот Иисус, который сокрыт в Евангелии. Это действительно образ такого Христа. Но если вы будете люди, которые будете исследовать Библию, когда будете читать, докопаться до истины, вы увидите совсем другой образ Иисуса. К сожалению, таких людей будет очень много. И, как я сказал, для меня самый важный их результат. А результат будет очень пагубный. Им удастся, их компания по соблазнению верующих людей. И что самое страшное, что многие верующие уверуют в это. По одной простой причине. Потому что сами не найдут ни желания, ни времени открыть Евангелие и услышать, и прочитать из него, правда ли все то, что проповедовал проповедник в сегодняшний вечер. Правда ли все то, что он говорил нам сегодня, или нет. Говорил он что-то от себя, или говорил он так, как слова Божии. Вот в чем вся суть. Христиане последнего времени стали ленивыми христианами. У них, если Библия лежит, то она лежит долго. И если она не открывается, то очень часто она не открывается долго. А если она открывается, то очень часто над этой Библией засыпают. Вот почему Христос сказал берегитесь. Иисус никогда ничего не говорил просто так. Если стоит знак осторожно под напряжением, друзья, мы должны быть предельно внимательны, не лезть туда, где трансформатор, где электрика, не лезть туда, где беда, где опасность, потому что она реально там есть. Если Христос сказал берегитесь, значит реальность такова, что опасность существует. И нам нужно ее видеть. И нам нужно как-то на это реагировать. И нам нужно чего-то опасаться. Христос сказал берегитесь таких проповедников. Берегитесь лже-пророков. Берегитесь лже-учителей. Берегитесь тех, кто попытается вас, красиво говоря, философски обосновывая все свои речи, увлечь за собой по стихиям мира, а не по Христу. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Христос говорил в Нагорной проповеди, что многие люди будут идти широким путем. Он удобный. Он очень легкий. Но, к сожалению, этот путь, который приведет в погибель. И лишь немногие находят узкий путь и идут за Христом этим путем. А это путь в жизнь. И человек должен избрать. Некоторые люди думают, что, идя широким путем, они перепрыгнут перед концом своей жизни на узкий путь и попадут в рай. Это ложь, ересь и заблуждение. Нельзя. Нельзя уживаться, сидеть на двух стульях. Нельзя уживаться с Богом и попытаться ужиться с этим миром. Нельзя быть лукавым перед Богом. Бог любит честных, искренних, открытых людей. И Христос сказал, что многие скажут мне в тот день. Заметьте, снова в Нагорной проповеди Иисус употребляет снова это слово. Он говорит, многие скажут мне в тот день. О чем вы думаете, когда вы слышите это слово сейчас? Каждый думает, Господи, это не я. Это кто? Это, наверное, та сестра, которая за мной сзади сидит. А сестра думает, наверное, это не я. А вот тот брат, который перестал уже ходить в собрание, его давно уже не видели, а если приходит, то так где-то так редко, редко на какой-то праздник. Это уже тот брат или та сестра, которые опустили руки, перестали участвовать в любом служении. Вот они уже остыли. Господи, это они уже. И никто не хочет думать, что это могу быть я. Каждый думает о себе лучше, чем о соседе. Каждый думает, что я не в этом числе. Друзья, но где-то эти люди должны набраться. Поэтому мой вопрос сегодняшний вечер. Числу какой категории людей ты принадлежишь? Числу этих многих, у которых любовь к Богу охладела и осталась только видимая форма. Я делаю все автоматом. Я делаю все по привычке. У меня уже нет вдохновения. Я хожу в церковь по обыкновению, а не по вдохновению. Я делаю все по обыкновению, без огонька в сердце, без трепета пред Богом, без огромного желания послужить ближним моим и Господу. Люди стали инертно-пассивными. Люди стали, знаете, когда нет аппетита, ни к чему. И ты хоть вставь перед ним что угодно. Мясо, рыбу, запекай самые крутые овощи. Ему ничего не надо. У него он уже присытился вот так. Сегодня христианство похоже на таких людей. Кто бы ни приехал, какую бы конференцию им не сделали, какой бы семинар им не сделали, их уже ничего не трогает. Почему? Они сыты вот так. Сегодня открывайте интернет. Сегодня библиотеки перед вами. Мировые библиотеки. Сегодня куча проповедников. Сегодня любое собрание на любой вкус. Верующих уже ничего не надо. Они сыты вот так. Они начинают гурманами быть. Они перебирают уже. Им уже это не нравится. Это как маленькие дети, знаете, в моей семье. Я это не кушаю, и это не кушаю, и это мне, папа, не надо. Вот такими мы стали, друзья. Итак, Христос сказал, что так будет. Знаете, кто-то сказал, что Писание должно исполниться. Но горе тому человеку, через которого оно исполняется. Что это значит? Это значит, что слова Иисуса Христа, однажды, которые Он сказал, что невозможно не прийти с облазном. Христос сказал, с облазны придут. А что дальше Он сказал? Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Друзья, невозможно не прийти с облазном. Ну, не дай Бог, чтобы человеком, через которого этот соблазн придет, был ты или я. об этом предупреждал Христос. Об этом предупреждают апостолы. Люди будут проповедовать Иисуса Христа, которого нет в Писании. Они будут говорить о том, что Христос, если вы веруете в Него, вы никогда не должны болеть. Вы должны быть самыми богатыми. Что если Иисус Христос, и вы веруете в Него, то не всех Он спасает, а спасает только избранных. Они будут проповедовать Иисуса Христа, которому важно только ваше сердце. Его не интересует больше ничего в вашей жизни. Неважно, какова твоя внешность, главное, что сердце твое в порядке пред Богом. Сегодня проповедуют Иисуса, который не был Богом, но стал Богом. Люди сегодня будут проповедовать Христа, который не против посидеть в компании пьяниц, он же там ел и пил с мытарями и грешниками. Сегодня будут проповедовать Иисуса Христа, которому абсолютно все равно, какую музыку ты исполняешь или слушаешь. Главное – сердце. И это страшное заблуждение. У Бога нет неважных вещей. У Бога все важно. Абсолютно до самой мелкой детали нашей жизни Богу важно все. Богу важен твой дух. Богу важна твоя душа. И Богу важно твое тело. И потому Павел говорил, это тело представьте в жертву Богу. Живую. Святую. Потому что тела ваши – суть. Храм живущего вас, Святого Духа. Богу очень это важно. И нельзя наплевательски относиться к чему-то и ставить что-то в приоритет, а что-то на второй план. У Бога все одинаково. Точно так, как одинаковы у Него его дети. У Бога нет любимчиков. Что Бог Аню немножко больше любит, а Маню немножко недолюбливает. Бог любит одинаково Аню и Маню. Бог любит одинаково Петра и Ивана. У Него нет приближенных. У Него есть Его дети. Скажите, ваша семья и ваши дети, которые есть у вас. И поставить их в один ряд и спросить, кого из них ты больше любишь? Ты скажешь глупый вопрос. Правда, мама? Если это твои дети, то ты безумно одинаково любишь их. Одинаково. У тебя не будет различия. У тебя не будет детей, которых ты больше любишь и которых ты недолюбливаешь, потому что, может быть, ты их не хотел в своей жизни. Христос сказал, что по причине умножения беззакония. Братья и сестры, где будет умножаться беззаконие? Писание говорит, что мир лежит во зле. Это его природа. Да, мы видим. Да, мы видим, как прогрессирует зло. Потому что дьявол чувствует свою кончину. Но что самое страшное? Что самое нежелательное и опасное? Это то, что это зло проникает в церковь. И это зло начинает умножаться, к сожалению. Несмотря на все это, у многих верующих опустятся руки. Я так хотел бы вам оставить на память этот текст из книги пророка Даниила. А люди, чтущие своего Бога, они усилятся и будут действовать. Относитесь ли вы к категории этих людей? Или может быть, вам все-все равно? Может быть, у вас давно любовь к Богу охладела? А как проверить? Как узнать? Как узнать, сердце мое горит ко Христу? Или нет? Братья и сестры, как узнать? Есть очень простые тесты. Очень простые детские вещи, про которые мы можем проверить, Господи, Тебя я люблю или нет. Помните, почему я сказал, что любовь имеет свойство умножаться, и любовь имеет свойство остывать. В любви можно жить, а можно жить и в ненависти. Любовь может возрастать, и любовь может остывать. Так говорит нам Евангелие. Если в вашем сердце нет искреннего желания читать Божье Слово, если в вашем сердце нет искреннего желания пребывать в Божьем Слове, а знаете, как можно это узнать? Придя к вам домой, взяв в руки вашу Библию. Библия, которая читается, друзья, страницы этой Библии не будут белыми. Никогда. И поэтому вы можете узнать, это рабочая Библия или нет. Эта Библия читается, или она просто лежит. Многим молодым семьям пастыря подарили семейные Библии на свадьбу. Они продолжают лежать многие годы, не раскрываясь. Как мы можем рассчитывать на успех? Как мы можем рассчитывать на благословение? Как мы можем заявлять о нашей любви к Богу, если в этой Библии сокрыта Божья воля? Если в этой Библии сокрыты Божьи заповеди? Если через эту Библию Бог говорит к нам, а мы закрываем ее, не хотим его слышать. Мы днями не слышим его, неделями. Мы месяцами не слышим Божий голос. Друзья, если мы не изучаем Писание, если у нас пропал интерес к Слову, если мы обесценили Божье Слово в нашей жизни, это реальный показатель того, что наступил в наших отношениях кризис с Богом. Бога это не устраивает, потому что наш Бог есть Бог-ревнитель. Потому Он сказал, что если ты любишь Меня, то возлюби Меня всем твоим сердцем. Бога не устраивает никакая половинчатая жизнь. Бога не устраивает никакой кусочек сердца. Ни три четверти. Бога устраивает, что если Он, то только Он. Если Он, то первенство и главенство только Ему. Если сердце, то принадлежать Ему и больше ни с кем не поделено. Вот почему Бог наказывал свой народ. Вот почему Бог объявлял им войну. Потому что, поклоняясь одновременно Богу, они поклонялись идолам. Бог не мог смотреть на это спокойно. Знаете, это все равно, на что похоже, если у мужа появилась вторая женщина. Жена не может на это спокойно смотреть. Потому что она претендует быть одной, единственной в его сердце. Почему Бог оставляет нам прообраз мужа и жены? Для того, чтобы на этих прообразах земных показать нам отношения наши с Богом. У нас нет полигомии. У нас нет многоженства. Писание говорит, что каждый из вас пусть любит свою жену. Не женщин, жену. А если Бога, то только Его одного. Так отвечал Иисус, когда искушал Его сатана в пустыне. Отвечал Ему Христос следующими словами. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. А если мы начинаем делить наше сердце на части, то Писание говорит, что вы не можете это делать. По одной простой причине, что Христос предупредил нас, вы не можете служить двум господам. Или одного ты будешь любить, а о другом будешь не родить. Писание предупреждает нас, что не может дерево, приносить плоды, разные плоды, сладкие и горькие. Не может из одного источника, говорит Иаков, братья, бежать сладкая и соленая вода. Не может из одних уст происходить и благословение, и проклятие. Не может, друзья. Не можете пить две чаши, апостол Павел говорит, чашу Господню и чашу Бесовскую. Сердце – это место поклонения Богу. Это место обитания Бога. И если мы начинаем допускать идолов в нашу жизнь, Бог начинает нас ревновать. Друзья, если у вас нет или у меня нет желания поговорить с моим отцом, если у меня нет интереса к молитве, а если я молюсь, то мою молитву я уже сам боюсь, потому что она никогда не меняется. она пластмассовая, заученная, заезженная, без дыхания. И все в церкви давно уже выучили мою молитву. Молитва – это полет. Полет души. Когда ты тот, чем наполнено твое сердце, твоя душа. Когда ты просто говоришь с Иисусом, как будто Он сидит рядышком с тобой на стуле, на кровати, в твоей комнате. Так как твой ребенок, с которым ты разговариваешь. Если нет желания молиться, если нет желания поговорить с отцом, друзья, это реальный показатель, что в отношениях что-то не так. Иисус Христос уходил для того, чтобы найти это время поговорить с отцом. Иисус уходил в пустынные места, Иисус уходил на гору, Иисус уединялся. Ему нужно было это. Он считал для себя это очень важным. Поговорить с отцом своим. Если у вас нет желания поговорить с своим отцом, друзья, это кризис. Когда дети не разговаривают со своими родителями, когда жена не разговаривает со своим мужем, это не любовь, это не показатель любви, это показатель, что в отношениях кризис наступил. Трещина есть. Ненормально это. Нормально, когда общаются люди, когда разговаривают люди. И когда люди любят друг друга, они хотят слышать голос друг друга. Они хотят видеть друг друга. Они будут о себе или о любимом рассказывать другим. Это отношения любви. Христос сказал, что по причине умножения беззакония эта любовь во многих людях остынет. все будет, как обычно. Будут работать таможни. Не будет работы. Не будет здоровья. Будут строиться люди, жениться, выходить замуж. И жизнь будет, как обычно. И любви не будет. И жизни не будет. Бога это состояние не устраивает. Я хочу сказать, друзья, что этот кризис отношений с Богом, он будет выражаться даже в том, что у вас не будет желания никому свидетельствовать о Христе. Я хочу попросить вас одну вещь, очень маленькую. Попробуйте пошевелиться в вашей памяти, покопаться, когда вы в последний раз сказали кому-нибудь о Христе. Вот возьмите минуту паузы сейчас. Вспомните этого человека. Вспомните эту женщину, этого мужчину, этого парня, эту девушку. Вы можете вспомнить сейчас человека, которому вы в последний раз в своей жизни последнего человека сказали о Христе? Братья и сестры, если мы не свидетельствуем другим людям о Боге, это несколько причин есть. Или нам грех закрыл уста, или нам нечего рассказать людям о Боге по простой причине, что мы Его не знаем. Мы не знаем Бога, мы не знаем, о чем рассказать людям. Человек, который Бога знает, человек, который познает Его в своей жизни, у него сердце переливается по знаниям Господа. Я могу вам сейчас о моем Господе рассказывать до утра и не устану, потому что я Его люблю. Человека, которого вы любите, вы о нем можете говорить часами, не уставая, потому что вы Его знаете. у вас так много есть, что мне рассказать о том, кого вы любите, насколько Он прекрасен или она для вас, что она значит в вашей жизни. Друзья, если Бог для нас ничего не значит, что мы скажем другим людям? Если Бог нам не интересен сам, что мы скажем людям другим? Если мы будем звать в церковь, а жизни Божьей нас нет, мы только будем обманывать их и делать их хуже себя еще. По причине умножения беззакония, сказал Христос, во многих охладеет любовь. Я задал этот вопрос, чтобы каждый посмотрел свою жизнь в свое сердце. Может быть, в моем сердце сегодня произошло это разделение и что-то вытеснуло Христа из моей жизни. О, это не обязательно какой-то явный большой грех, но нет. Нет. Это может быть компьютер, это может быть ваша работа, это может быть ваше увлечение, ваше хобби какое-то. Это может быть даже ваша жена. это может быть, друзья, все что угодно, что стало идолом для вас, что отобрало у вас время, что отобрало у вас финансы, что отобрало у вас вашу душу. И только вы знаете, что это, что заняло место Бога в вашем сердце. Чему вы отдали предпочтение? На что вы тратите свою жизнь сегодня? Каждый человек это знает. Друзья, Бога это не устраивает, если это так есть. Поэтому он древнителю начинает ревновать. Беззаконие, друзья, оно умножается. Я сказал, что очень жаль, что оно умножается и в церкви. Если бы когда-то мне немножко раньше назад сказали, что сегодня разводы среди христиан станут нормой, вы знаете, я бы никогда не поверил. Но, к сожалению, братья и сестры, я дожил до этого времени. К сожалению. Я дожил до этого времени. Знаете, очень легко посмотреть, что если сердце не занято Богом, оно будет занято чем-то другим. Я хотел бы, чтобы вы назвали имя себе вот того другого, что сегодня очень часто заменяет нам Бога в нашей жизни, что вытеснило Бога из нашей жизни. Почему любовь в моем сердце к Богу остыла? Почему нет интереса к Писанию? Почему нет интереса к молитве? Почему мне скучно, когда идут разговоры на духовные темы? Почему разбор Божьего слова мне не интересен? Почему? А вот просидеть на телефоне спокойно час, два, три, четыре, целую ночь спокойно и спать не хочется и никуда идти не надо и даже кушать не встанешь. Друзья, разве это не показатель того, что христианство деградирует сегодня? Что христианство обмельчало? Что христианство стало легким и поверхностным? Знаете, что нас ожидает в будущем? Братья и сестры, Бог начнет сеять в свою церковь, Бог начнет суд совершать с Дома Божьего, Бог начнет проверять своих детей и всегда страдания в Писании они сравниваются с огнем. Бог должен провести нас с вами через огонь, Бог должен испытать с вами, с нами и со мной нашу веру, Бог должен показать нам уровень наших отношений и любви к Нему, Бог это будет делать по одной простой причине, что Он нас любит. Любя своих детей, вы не можете позволить им делать то, что они хотят. По одной простой причине, папа не разрешает дружить с этим мальчиком, папа не разрешает идти или ехать или делать то, папа не разрешает своему сыну только по одной причине, что он его сын и он его любит. и это любовь. Иногда этот отец берет ремень и наказывает своего сына. И это тоже любовь. как она часто непонятна для нас. Писание говорит, что во многих охладеет любовь. Мой вопрос, друзья, какой категории людей сегодня я принадлежу? Вы знаете, что одна очень страшная вещь будет происходить в вечности? Перед дверями небесного царства будет стоять огромная толпа людей, которые будут говорить, Господи, а не Твоего ли имени мы пророчествовали? Которые будут говорить, Господи, а не Твоим ли именем мы бесов исконяли? Которые будут говорить, Христос им скажет, отойдите от меня, я никогда вас не знал, делающие безыгоние. Этот стих начинается со слов, со слов, многие скажут мне в тот день. Братья и сестры, я так хотел бы, чтобы ни один человек, который находится в этом зале, не оказался в этом числе. вот потому Бог дал сегодняшний вечер для нас, чтобы посмотреть свою жизнь, свои отношения с Богом, если нужно, стать сегодня на колене и сказать, Господь, прости меня. Вспомните день вашего покаяния, вспомните, когда вы принимали крещение, вспомните, как вы обещали Господу его любить, вспомните это, пожалуйста, вспомните, вспомните тот день и то время, когда вы готовы были всех обнять, когда вы были готовы всех простить, когда вы ради Господа готовы были жизнью пожертвовать, а что сегодня? Вы точно так же любите Христа сегодня, как и тогда? Может, что-то вытеснило из вашего сердца Бога и заняло там место прочно? Может, вы поделили свое сердце с чем-то? Когда Бог очищает сердце человека, Он желает поселиться в этом чистом сердце. вот этот стакан, который стоит здесь. У меня здесь водичка с собой. Что в этом стакане сейчас? Нет, не пусто. Воздух. Воздух, друзья, простой детский эксперимент. очень простой. Я начинаю наливать в этот стакан воду. Что происходит с воздухом? Вода вытесняет этот воздух из стакана. Больше воздуха в этом стакане нет. Что оно напоминает? это наше сердце с вами. Вот так что-то может прийти в нашу жизнь. А вы знаете, что каждый знает свою жизнь. Что может вытеснить любовь к Богу и занять место в нашем сердце. Вы знаете имя этого идола, который сегодня прочно обосновался в душе и в сердце. Вот почему Бог дал нам сегодня эту возможность проверки. Я сказал, друзья, о том, что я хотел бы видеть каждого из себя в числе искупленных спасенных Божьих детей, которые однажды пообещали Христу свою жизнь, заботятся об отношениях с Богом каждый день, проверяют свою жизнь, исследуют свою жизнь, исповедуются пред Богом, налаживают отношения с Господом, поправляют свой светильник, заботятся о том, чтобы любовь к Богу возрастала и умножалась каждый день. Если что-то нечистое пришло в жизнь, пришло в сердце, если по какой-то причине я заметил, что моя любовь к Богу охладела, что мы должны делать, братья и сестры? мы должны становиться на коленях. Мы должны быть честными и сказать Господь, прости я, прости Господи, я попал, я попал на крючок дьявольский, и ты остался у меня только на словах. Бойтесь этого состояния, о котором сказал Христос, приближаются ко мне люди, которые чтут меня устами своими, а сердце их, оно не со мной. Друзья, так может быть, так можно жить в одной семье, а сердце мужа будет не с ней, а где-то там на стороне. Я хочу вас пригласить сейчас к молитве. Как вы думаете, друзья, вот сегодняшний вечер, это случайность? Нет. А что это? Это проявление Божьей любви к нам. Это забота Божья о нас. Это проверка Божья для нас. Скажите, у вас есть сейчас что для Господа сказать? У вас есть о чем поговорить с Ним? У вас есть, друзья, за что попросить прощения у Бога? Жизнь уйдет очень быстро. И предать Богом нужно будет предстать. что что скажу ему? На что потратил я свою жизнь? Если в чьем-то сердце сейчас Господь говорит, что нужно поправить, нужно изменить что-то, нужно покаяться в чем-то, нужно оставить что-то, нужно изгнать из своей жизни что-то. Друзья, надо это делать. Покаяние это решение. Покаяние это движение. Покаяние это изменение. Покаяние это поворот. Этого Бог ждет. Поэтому я хотел бы, чтобы, когда мы будем молиться сейчас, если Бог чье-то сердце сегодня тревожит своей любовью, это проявление Божьей любви, друзья, что вы еще живы, и Бог не отнял дыхание сегодня. Это проявление Божьей любви. Попросите у Бога прощения. Это не стыдно. Стыдно грешить. Стыдно переступать межу. Стыдно не исполнять Божьи заповеди. Стыдно соединяться с этим миром и одновременно называться верующим. Это должно быть стыдно. Но приходить к Богу и сказать Отец прости не должно быть стыдно. И приглашаю всех вас к молитве. Если в чем-то сердце сегодня Господь делает эту работу по изменению отношений, скажите об этом Господу. Аминь. Давайте помолимся. с